Всем привет, друзья! С вами Гамбит, мы возвращаемся в карьеру за футбольный клуб Миддлсбро. Ну что, друзья, настала пора четвертьфиналов в Лиге Европы, в Лиге Конференции, ну и, конечно же, в Лиге Чемпионов. Вот, собственно, и четвертьфиналисты Миддлсбро сыграть с футбольным клубом Вольсброг. На самом деле, нам повезло, я считаю, потому что Реал с Баварией уже интересно, кто-то из них вылетит. МЮ Интер, Барса, ПСЖ, я считаю, все-таки нам повезло с жеребьевкой. Вот, ну, давайте-ка мы перемещаемся на очень интересный матч, матч с Манчестер Сити. У них в составе есть Гравенберг, Верати Центрпуля прекрасен, Эдресенш Криньяр, состав шикарный, шикарный действительно состав и будет горячо. Благо, мы играем у себя дома на Реверсайд Стадиум и сразу же атака Манчестер Сити. Морес, Алжирис, неплохо, Морес опасно, может быть, не получается удар у Верати, но Верати на самом деле не тот футболист, который должен завершать атаки Манчестер Сити. Так, спокойный прессинг от горожан. Джон Стоунс. Таверниер на... зацепился в сайта, никакого нет, великолепный Керти Джонс, можно дать передачу на Ардагюлера, стремится у Керти Джонс, можно и пробить, и дает передачу на профлаг, может быть, опасно. Рютер, подключение, удар ближнего, ой, как пропустил, как пропустил жоржение Рютера, вот это да! Честно сказать, я даже сам не ожидал, что так получится, но и Ардагюлер. Ему что, там контракт повысили, что ли? Такая походка. Ой-ой-ой, как же пропустил! Действительно, это было... акцентированно это делал француз и турк в результате хорошей контратаки. 1-0, 14-ая минута, Гравенберг с мячом, Голландец может и пробить такой высокий парень, ждет, ждет партнеров по команде, ждет адресатов. Вот, и так, вот этого парня вообще нужно держать, может быть, опасно. Великолепный розыгрыш, мелкий дриблинг, контроль, хороший удар в ближний угол, именно Гравенберг, Голландец наносил удар в ближний угол. Аргентинец Росси наш хорош на правой фланге, в основном пока атаки идут через правую флангу Матчестер-Сити. Снова Гравенберг, ну и попробуй тесни удар в дальний угол, и снова Росси, великолепен, спокойно. Росси, 24-ая минута, ну и, я думаю, так долго не сможет у нас продолжаться, поэтому нужно, может быть, сейчас в контратаку попытаться убежать. Джон Стоунс, хорош, великолепный контроль от Мадуике, и на дальние штанги, на дальние штанги там набегает Брэндон Баттлик. Ну-ка, хорошенький прострел, может быть, опасу удар слета, и Эдерсон вступает в игру. Это Эдерсон же, правильно? Я ничего не путаю. И угловой. Так, а давайте-ка Гюллер у нас сделает навес, он вообще передачки раздает великолепно. Подача турка Арда Гюллер, и Джон Стоунс забивает своей бывшей команде. Ну, выкупили мы, по-моему, его из Наполя, но в Мачесери Сити он себя и зарекомендовал. Хотя нет. По-моему, да, Сити он... Ладно, не будем сейчас. Короче, забил он команде, в которой он играл. Очень много провел матча именно за горожан. И великолепен Джон Стоунс. Потрясающе, прекраснейшее приобретение. Вот в этой FIFA, на самом деле, центральные защитники с хорошей... С хорошим уровнем игры на втором этаже. Они прям навес золоты. Вы сами можете это уже не раз замечали. Потому что ребята у нас с угловых забивают только в путь. 30-ая минута. Что могу сказать по игре? Ну, на самом деле, два мяча... У нас было два момента. Мы два момента реализовали. Что не сказать про Мачесери Сити? Собственно, он сейчас в атаке. Верати. Хорошая передача. Потрясающая. Верати. Холланд в окружении троих спокойно реализовал удар с левой 2-1. Но Верати хорош. Когда уже пофиксят вот это говнище, извините меня за мой французский, с этим мячом, с этим волчком каким-то. Крутится бесконечно. Так раздражает, если честно. Ходен. Сити попытается, конечно, попытается Сити отыграться в концовочке первого тайма. И могут воспрять духом. Не нужно, не нужно давать им такого шанса. Росси против. 35-ая минута. Мачесери Сити великолепно контролируют пока мяч. Но счет не в пользу горожан. Верати. Подача итальянцев в штрафной может быть опасна. Мяча Ардагюлер. У нас угловой. Угловой, посмотрите, что происходит. Во-первых, судья добавил 2 минуты. А идет уже 51-я. Тут вопросы только к судейству. Подача снова с углового. И Микки Ван Девен. Кстати, на секундочку. Бывший футболист команды, с которой мы будем играть в Лиге Чемпионов. Да-да-да. Именно за немецкий клуб играл Голландис. И шикарный, шикарный удар. Два угловых. Вот так вот, ребят. 3-1 после первого тайма. Пока нам везет. И Канцело. Жуа Канцело на левом фланге. Устремляется крайний защитник. Может быть опасна, если сделает прострел. Он его делает. А вот Микки Ван Девен тут же забил. И опять 50-я минута матча. Сносит. Канцело и у мяча Холланд. Холланд великолепно реализовал. Эрлинг Холланд. В свой момент у нас в дебюте второго тайма уже 3-2. А это не есть хорошо. С мячом Миддлсбром. Начали немного футболисты Миддлсбросы шить игру. А что нам остается делать? Так как Сити, конечно, прессингует на каждом сантиметре поля. Батлер. Развернулся Брэндон. Хорошая передача на Рэмзи. Нужно выводить на ударную позицию. Вот здесь можно и пробить. Но не Мадуике. Слишком сложный получился. Удар 3-2. Минимальная победа. Действительно. Не повезло Сити. У нас стандарты в этом матче зашли. И 3 очка в нашу копилку. А мы играем полуфинал. Ой, полуфинал. Куда мы забежали-то? Четвертьфинал с футбольным клубом Вольфбрук. У себя дома на Реверсайд Стадиум. Нужно, конечно, сейчас показать, кто в доме, собственно, хозяин. А кто еще может быть как не Миддлс, брат. Рютер там божит, конечно, в Лиге Чемпионов. Таким Макаре может и побить рекорд Криштиану Роналду. Но нам сейчас не до этого. Посмотрите, наш соперник просто слился с газонами. Я надеюсь, что в прямом смысле и в переносном он будет сегодня именно слить с газоном. Ну, поехали. Филлипс. Да. Не лучшая передача от Филлипса. Поигравший в английской премьер-лиге. Ой, хорошая может быть атака. Хорошая может быть атака. Ордо Гюллер. Не получилось как следует приложиться внешней стороной стопы нашего турка. И у нас будет угло четвертая минута матча. На ошибки поймали неплохо подопеченные Стивена Джерарда немцев. И у нас давайте-ка Тавернир сделает навес в штрафную. Подача в штрафную. Джон Стоунс. Красавец. Угловые. Залетают. Залетают угловые. И снова потрясающая подача в штрафную. И снова светлая. Светлая голова или ламповая Джона Стоунса. Сколько он уже имеет? Четвертый мяч в Лиге Чемпионов. Обалдеть. 1-0. 18-й минута матча. Атака Фольфбурга. Хорошая передача. Рамос. Посмотреть. А вот здесь в этом эпизоде, конечно, Стоунс был просто стойкой. Честно сказать, немного я тут перемудрил. Хотела в коробочку зажать Рамоса. В итоге Рамос просто убежал от всех, как колобок. И забивает. Выход 1-1. И вот первый же момент у наших ворот. И... 1-1. Тюрам. Снова Тюрам. Может быть очень опасно. Веласку, мне кажется, зря. Да, вот у передачи аргентинец. Удар в ближний угол. И Роси складывается. В итоге все было не зря. И угловой. Активизировался немецкий клуб. Неплохо так сейчас гости начинают поджимать футболистов Миддлсбром. 29-ая минута матча. Ардагюлер. А может быть попытаться убежать в контратаку? Ардагюлер. Передача на Брэндена Баттлера. На широком шаге бежит англичанин. Брэнден. Можно пробить. Брэнден Баттлер. Ну вот сейчас с правой ноги. А там напрашивал с удары. Шведой. Атака трем-темпом. Жоржения Рютер. Кертис Джонс. В центре поля разворачивается. Реймзи. Ой, как хорошо. Вот сейчас. Ну. И что там? Пенальти или штрафной? Пенальти или штрафной? Вот что самое главное. Это пенальти. Это, дорогие друзья, пенальти. Мечу подойдет у нас Жоржения Рютер. 75. Пеночка. Нормальная сила удара. Завершение вообще все прекрасно. Самая главная пенка. Давайте без шансов. Без шансов. 2-1. Мидлсбро выходит вперед. И Жоржения Рютер. Очередной гол в Лиге Чемпионов. Потрясающе. Великолепно. Спокойно реализовал этот момент француз. И 2-1. Филипс. Фишер на правом фланге. Посмотрим, что будут предпринимать гости. Ну а что я массу предпринимать? Только идти вперед. Маскировка у них очень хорошая. Еще раз повторюсь. Хороший контроль мяча. У немцев. Хорошее подключение. Фишер на правом фланге. Фишер. Что придумает Филипс. Уже штрафной. Уже штрафной Филипс. Удар неприятнейший. Откиньший отскок. И вот вам Рамос оформляет дубль. Не подстраховали нашего аргентинца. Не подстраховали центральные защитники нашего галкипера. В результате 2-2. Затяжная такая размеренная. Спокойная атака гостей. Да, удар был неприятный. От газона. Поэтому как следует не получилось реагировать. А у нас уже штрафной Филипс. Удар. И что это происходит? Кстати, я сейчас посмотрел. А возможно это не тот Филипс, который играл за Литц. Который играл за Манчестер Сити. Может быть это не тот Филипс. Кстати, судя по прическе. Слушайте, ну это прям какое-то разочарование. Нам уже 2 мяча забили прям с лютого отскока. Я представляю, как расстроен Росси. Но мы продолжаем. У нас уже, кстати, на секундочку. Ой-ой-ой-ой-ой. Как жестко. Тут желтая карточка. На секундочку у нас вообще-то второй тайм. И это Начо. Сыграл остренько, так сказать. Так, убить мы, конечно, не будем. Брэндон Батлер. Тащит мяч в лесовую. Хорошая передача. А вот здесь нужно бить. Ну нужно бить. Ну что? Ардай Гюлер. Мяч сохраняет. Снова Батлер. Передача на Гюлера. А вот здесь ближний угол. Или лучше вот так вот. Но не Мадуэке. Низом. Спокойно. Хладнокровно. Англичанин снова находится в нужном месте. В нужное время. И у нас уже 3-3. Да. Снова Риверсайд. Конечно. Риверсайд. Стадиум. Начинает нервничать. Запасайтесь валидолом, ребята. Риверсайд. Хороший отбор. Хороший отбор. Дэн Скарлетт. Дэн Скарлетт. Удар. Дэна Скарлетт. А мяч попадает в штангу. Великолепно. Сейчас подопечный Стивена Джерарда. Прессингует своего соперника. На последних уже буквально минутах. Не лучший вынос. Так. Что там? Мяч у немецкого клуба. Ой, как здорово. Мейки Ван Деве. Напомню, играет против своей бывшей команды. Там напрашивается хороший заброс. Дэн Скарлетт решил не рисковать. Держит мяч англичанин. Кёрти Джонс. Тавернир. Отскок в нашу пользу. Наконец-то. Вот, посмотрите. Дэн Скарлетт великолепно. Великолепно сейчас оказался Дэн Скарлетт совсем один. И он добывает победу. Да, буквально минутами ранее. Ребята, извините. Что-то запинаюсь прям. Эмоции зашкаливают. Это Лига Чемпион. Так вот, ребята. Буквально минутами ранее попал в штангу. Наконец-то. Отскок сыграл в нашу пользу. Потому что мы три мяча пропустили. С непонятных отскоков. Или два. 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 И вот, собственно, наконец-то и на нашей улице праздник. 4-3. Очень сложная победа. На самом деле, я думал, будет попроще. Но нет. А у нас тем временем матч с молотобойцами на Реверсайд Стэдиум. Миддлсбро будет принимать лондонский ВСХ. Одиннадцатая минута матча. Кёрти Джонс. Баттлер. Хорошая, прекрасная, кстати, погода. Баттлер. Очень долго держит мяч. Лазаро у нас вышел на правом фланге. Дали отдохнуть таверниру. Он подустал. У него сейчас, кстати, очень серьезный регресс. Австрии сдержит мяч. Лазаро. Хорошая передача. Баттлера. Вот здесь, посмотрите, дают пространство. Этого не нужно делать. Нельзя ни в коем случае этого делать. Мадуяке накручивается у соперника. Разворачивается как может. Посмотрите. Они почему-то не вступают жестко в отбор. Они боятся. Когда футболист, когда соперник поворачивается спиной, корпусом, они не отбирают. Они только контролируют. И тут только ждешь, чтобы открылся твой партнер по команде. Вот так вот работает искусственный интеллект. А вот внештрафной они встречают жестко. Подкатами. И вот сейчас, может быть, Жоржини Рютер даже оформит. Оформит. Оформит дубль. 20-я минута матча. Великолепнейший коридорчик для нашего француза. Тут соперники из Лондона-то организовали. И у нас уже 2-0. Один за одним влетают мячи в ворота лондонского ВСХМа. Ну, вы прекрасно знаете, как мы начинаем. Бывает, к 25-й ведем уже 3-0. По итогу просто потом пылаем и горим к концу матча. Так что слишком зазнаваться не стоит. Лазар. Хорошая передача. Амаду Ике. А вот здесь уже Жоржини Рютера. Может быть, передача на Батлера. Батлер пробить с левой. Батлер. Ну, хорошо бы. Нет. Пау Лопес не намерен пока пропускать третий мяч. 34-я минута матча. В какой-то веке. Пакета с мячом. В какой-то веке. Сейчас Малтабойс и с мячом может быть очень опасно. Нужно, нужно блокировать этот удар. Роси вступает все-таки в игру. Доходит до него мяч. Но аргентинец выручает. Корне. Через левый фланг. Атака в Эсхэма. Вот и активизировались молотобойцы. Может быть, еще опасно. Морена сокращает дистанцию. Роси. Посмотрите. Как-то непонятно. Сейчас играл Аргентинец. Но главное, что мяч не попал в сетку Миддлсбро. В сетку ворот нашей команды. Так, спокойно. Непонятный вынос. Мяч остается у Миддлсбро. 44-я минута матча. Может быть, Баттлер сейчас пробьет. Справа ноги. И снова Пау Лопес. 47-я минута. Великолепно сейчас разбирается с нашими ребятами. Футболист ВСХ. Ама нет. Не было офсайда. Не было офсайда. Жерт Барена даже, мне кажется, сам немного не ожидал. Такого шанса. Рэмзи. Хорошая передача. Баттлер. Ну забей золотой. Ты такие же вообще реализуешь. Это твой момент. Это. Мне кажется, перестарался. Он прям чересчур хотел забить этот гол. Немного не хватило хладнокровия нашему лидеру. Сильный вынос. Смеча в СХМ. 62-я минута матча. По-прежнему 2-0. ВСХМ, кстати, выровнял игру. Пакета. Хорошая передача. Морена может быть опасна. Морена очень опасен. Нужно, 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 нужно выходить. Как-то среагировал Росси странно. Он и в первом тайме, на самом деле, был эпизод, что он как-то странно вот так вот встал и все. Благо, в него тогда попал мяч. А вот сейчас Корне дальнюю штангу спокойно замыкает. Да, Лазаро там в том эпизоде тоже был просто зрителем. Но Росси как-то сыграл невнятно. Ну, ладненько. Двигаемся дальше. Но все равно по-прежнему 2-1. И с контролем мяч. Рютер. С левой ноги нужно забивать. Да, момент еще был хороший. Последний шанс. Батлер с левой и снова Лопес. Ну что, 2-1. Минимальная победа была непросто. Как хорошо мы начали. В итоге, минимальная только победа. Ну что, двигаемся дальше. У нас Лига Чемпионов. Ответная встреча с Фольдбергом. Играем. На выезде. Напомню, что первый матч завершился победой. За счетом 4-3. Девятая минута. Брэндон Батлер снова накручивает тут всех, кого можно. Рэмзи. Есть пространство. Есть пространство. Есть пространство. Ну что-нибудь надо придумать, батя. А может быть с левой? А может быть с шведой? А может быть вот так вот Левакович вытягивается в струнку и выручает голкибер свою команду. У нас угловой 12-й минута матча. У нас в этой выпуске угловые очень-очень здорово идут. Давайте-ка попробуем еще один мяч с углового организовать. Подача Джонстоун с Левакович. Так, я боюсь, как бы этот голкибер не нашел ключики к нашим защитникам. Ардагюлер будет навешивать штраф. Ну еще одна подача. И снова Левакович великолепно выбирает позицию. И прям в руки мяч попадает вратарю. Тюрам, тюрамщик хорош. Микки Ван Девен организовал тут хороший прессинг. Может быть сейчас что-нибудь организуем, Брэдд Батлер. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. По-моему там было нарушение правил, но судья молчит. Рэмзи. Атака вторым темпом. Батлер с левой ноги. Хороший момент. И снова Левакович напрашивается, конечно, что этот парень уже поймал звезду. Но нет, не может быть такого. И снова угловой. Давайте-ка снова Тавернир. Он, в принципе, очень неплохо навешивает у нас в этом выпуске. Подача капитана в штрафную Джон Стоунс. Джон Стоунс пробил куда-то в небеса. Не в своем стиле сейчас наносил удар со второго этажа англичанин Рэмзи. Хорошая передача. Жоржене Рютер хорошо развернулся. И посмотрите, отрывается он у него под левую. А он под левую, под левую, под левую. 1-0. Великолепно разобрался Жоржене Рютер. Показал вас на секунду, что сейчас французы просто съедят со всеми потрохами. Коробочку его зажмут. Но вот благо, что у него хорошая скорость. Здесь рывканул. И сразу со своей прекрасной рабочей левой в дальний угол. А Левакович был бессилен. 1-0. Мидлсбро выходит вперед. 13-й гол. 13-й гол. Напомню, что рекорд 16 мячей в Лиге Чемпионов. Брэндон Баттер. По своему левому флангу, любимому. Брэндон. Развернулся. Напрашивается. А вот сейчас может быть Жоржене Рютер пробьет с правой ноги. И снова Левакович. И это только, друзья, первый тайм. Сколько моментов у ворот хозяев. И по-хозяйски как-то играют. Болисты в Вольсбургах. Левакович. И прессинг. Прессинг у ворот немцев. Фишер. 57-я. Мадуике. Хороший. Хороший заброс. Нужно забить. Левакович на выходе. Ну сколько. Сколько выручает этот парень. Сколько он выручает. И не засчитать. Навернее. Снова через правый фланг. Мадуике. Никто его не встречает. Но не Мадуике. А может быть пробить? Решение рисковать. Мадуике. Ждет. Ждет партнера по команде. Кто? Кто под него откроется. А вот здесь неплохо открываться. Колумб Хацан Дудой. В итоге мяч попадает Жоржене Рютеру. И Рикошет сыграл нам. На ногу. Так, наверное, можно даже выразиться. Я думаю, все-таки гол запишут насчет Жорженя Рютера. Каково это? Да, с Рикошетов пропускать? С отскоков. Да, от футболиста обороняющей командой влетает мяч в сетку. Но мяч записан на счет Жорженя Рютера. И тем самым он оформляет дубль. Посмотрите, Керти Джонс на широком шаге. Там на дальней штанге. На дальней штанге. На дальней штанге пожадничал Дэрн Скарли. Это 81-я минута матча. У нас за главой мяча Рэмзи. Ладно, давайте так сделаем. И я надеюсь, что предчувствие меня не подведет. Хорошая подача в штрафную. Да. Не получается. Керти Джонс. Блокируется удар. И что? Что придумают хозяева? Каминский. Все равно пытается подопечный Стивена Джерда прессинговать. Каминский. Рамос. Снова Каминский. Невнятная передача куда-то была. А вот сейчас невнятная передача. Господи, что за чехарда? Что это было? Сначала очень много ошибок. В итоге все равно своего добедавается Восьбру. Все равно они опять нам забивают с отскока, с рикошета. Перемудрили мы немного. Гордон. Хорошо. Свеженький Гордон. Убегает от крайнего защитника. Посмотрите, как тяжело бежит Фернадес и Гордон в ближний угол. Ну что, друзья, я поздравляю. Снова минимальная победа. И Миддл забрал в полуфинале. Я на самом деле думал, что это противостояние будет куда попроще, если честно. Но у нас заключительный матч в этом выпуске. Вот так вот. Уже заключительный матч в этом выпуске. Мы сыграем с Волками, с Волверхэмптоном. 20-я уже минута матча у нас в Мадуике. Накручивая тут Мадуике возле штрафной своих соперников. Кюрти Джонс. Подключение Рэмзи может быть опасно. Хорошая передача на жерженье Рютера. Гиллер. Затяжная атака. Затяжная атака Миддлсбро. Снова Гиллер. Не рискуют футболисты Волверхэмптона агрессивно вступать в отбор. Тавернир. Капитан с мячом. Рютер может быть подлево и пробить. С мячом Адуике. Ой, как здорово. Ой, прекрасно. Великолепный розыгрыш. Жаль, что мяч не оказался в сетке. И у нас будет угловой у мяча. Ардай Гиллер. Ну что? Давай золотой. Хорошую подачу. Хорошую подачу. Нет. Но атака вторым темпом. Атака вторым темпом. 25-я минута матча. Прям глубоко сидят в обороне футболисты Волверхэмптона. Рэмзи. Напрашивается передача на Мудуике. Разворачивается. Нони. Ну вот она. Вот она. Вот она. Прям наклевывается. Просто раскатка. Да. Ребята. Вот такие вот дела. Происходят в штрафной наших соперников искусственного интеллекта. Вот такие вот дела. Ребят. Мне писали про ползунки. Там что-то. Как-то честно. Я не знаю там. Что вот это. Не шарив во всех этих каких-то там ползунках. Понятное дело. Что тут конечно очень странно играет искусственный интеллект на таком уровне. Уже эту карьеру доиграем. А там я посмотрю. Может быть что-нибудь найду внятное в интернете. Ой как опасно может быть. Это было конечно сильно. И Брэндат Баттлер. Полетел в контратаку. Брэндат Баттлер. Джорджини Рютер. Арда Гюллер. Хорошая передача на Мадуике. Великолепно. Укротил. Укротил мяч. Укротил кожаный снаряд. Но не Мадуике. Подключение Гюллера. Хорошо. А на второй мяч так не зайдет. Дубль два не получится. Но атака вторым темпом. Мяч остается все-таки у Миддлсбро. Рэмзи. Хорошая проникающая передача. И с разворота из-под себя ногу носит удар. Футболист из Турции. И хороший. Хороший ответ от Уврэхэмптона. Неплохо так. Как гости огрызнулись. Еще один момент. Показалось, что мяч оказался уже в сетке. Нет, только показалось. Рэмзи. Брэндон Батлер. А может быть пробить отсюда? Нет, это слишком хорошая передача на Рютера. Посмотрите, как глубоко, как глубоко сейчас сели в оборону волки. В итоге Жоржиня Рютер спокойно внешней стороной стопы зрячи отправляет в дебюте второго тайма второй гол ворота Уврэхэмптона. Прекрасно. Просто прекрасно. Волки, кстати, очень здорово активизировали где-то после сороковой минуты. И это хорошо, что сейчас подопечный Стивен Джерда вот сейчас прям очень быстро забили второй мяч. Может быть запал у волков пропадет. Хотя на самом деле искусственный интеллект здесь наоборот после двух пропущенных мячей они наоборот начинают в два раза лучше. играть. Мы это уже много раз видели. Гиллис через правый флаг. Батлера там жестко его встречают. Мяч остается у Мидлсбро. Может быть третий. А может быть Гюлер третий. А вот сейчас я думаю все. А сейчас уже точно все. Надеюсь, там Брэндон Батлер сможет встать. Жестко ему досталось. И снова мяч оказывается в сетке гостей. Уходит Лукас. Выходит Апенда. Я вообще не понял по какой причине Апенда не играл в основе. Но да ладно. Атака в Оверхамптона. Апенда обостряет Апенда. Великолепно контролирует мяч. Может быть опасно. Удар в ближний угол. А вот собственно и ответочка. 3-1. Вот так вот. Жаржи не Рюта. Активизировались волки. Как я и говорил ранее. Что они даже лучше стали играть. Может быть зря наверное мы полезли. Да, были у нас моменты, что прорывался Батлер. Что бывало такое, что между двумя-тремя футболистами проскакивал. Но в этот раз не получилось. Так сказать не фартануло. Какая хорошая передача. Это может быть опасно. Волверхамптон с мячом. Да япона мать. Извините меня за мой японский язык, друзья. Но конечно вот эти отскоки сегодня. Это что-то с чем-то. И просто 3-2. 3-2. Брадан Баттер. Пушка. Ну что. 3-2. Вот такая вот победа. По-другому не могу сказать. Кривая. Вели 3-0. Спокойно вели. В итоге пропускаем 2. Кто не смотрел манч. Да например. Просто посмотрел бы результаты. Да, была потная борьба. Ну нет, ребят. Это не так. Ну. Волки молодцы. Отдать им должное. Вот. Победа. Мидлс Бро. И что хочу сказать. Ребят. Мы становимся чемпионами. Да. Мы становимся чемпионами. Великолепный сезон. Просто потрясающий сезон. Провели подопечные Стивена Джерда. Ну. Хотя еще. Впереди где-то матчей 8. Вот. Но. Заслуженное чемпионство. Без всякого сомнения. Да. Были странные матчи. Но в АПЛ катком прошлись по своим соперникам. Много пропускали. Но и много забивали. А еще раз повторюсь. Впереди еще 8 матчей. Скорее всего. Их все мы просимулируем. И следующий выпуск. Друзья. Будет последний. Независимо. Как мы сыграем там. В Лиге чемпионов. У нас еще плюс. Кубок Англии. Об этом не нужно забывать. Неважно. Как мы сыграем. Следующий выпуск. Будет в этой карьере последний. Вот. Если честно. Мне даже. Немного. Вот. Ну. Как-то вот. Неинтересно. В нее играть. Чуть-чуть стало. Но даже не чуть-чуть. Что я буду себя обманывать. Не чуть-чуть. Но есть такое дело. Как бы. И я вас тоже прекрасно понимаю. Вот. Посмотрим. Но чемпионы. Состав действительно собрался у нас пушечный. Нападение прекрасное. Защита. Хорошая защита. Так скажем. Подумывал, чтобы приобрести на фланге двух защитников. Я. На самом деле. У меня в мысли было два футболиста. Это Тирни. На левый фланг защиты. Вот. А вот. Насчет правого защитника. Я не знал. Если честно. Кого взять. Вот. Были у меня там фамилии. Но вот. Насчет Тирни. Я прям хотел его вернуть в Англию. Так как он. По-моему. Там сейчас. В данный момент. У нас играет. В Испании. Вот. Ну что. Фотография. На память. Мы уже. Чемпионы. Английской премьер-лиги. А почему бы и на Лигу Чемпионов не замахнуться? Собственно. Турнирная таблица перед вашими глазами. Как я и говорил. Нет. Не 8 игр. Конечно. Осталось 6 игр. Мы их все просимулируем. В следующем выпуске. Сыграем полуфинальные матчи. Может быть. Все для нас хорошо сложится. И сыграем. И финал Лиги Чемпионов. Также у нас там и Куба. Короче. Все будет. Финалочка. Уже. В следующем. Сезоне. И там мы будем его завершать. И подводить итоги. Этой карьеры. Холланд. И Рютер. По 29. Забитых мячей. Лучший ассистент. Артагюлер. Тут космос. Просто какой-то невероятный. Росси. По-прежнему. 10 сухариков у него. Давайте завершать выпуск. С вами был Гамбит. Пока-пока. Ребят.